Дорогие друзья, это аэропорт Домодедово. Встречаем нашего героя, бойца специальной военной операции Александра Хабаркова с его боевыми товарищами. Вот как раз он только недавно приземлился в самолет и, соответственно, встречаем. Ну, как видите, знамена-нот с изображением главы государства. С Иркутской области, Сиркутска, да? Да, Сиркутская область. Саша, приветствую тебя и твоих боевых товарищей. Давай, скажи главные слова. Татьяна Николаевна, тут еще парни идут. Ребята, отдайте еще как-то присоединяйтесь к Путину. Стесняются? Саша. Сейчас, сейчас, сфотографируемся. Вон еще он. Так, еще один боец. Армия России, бей врага, мы с тобою навсегда. Армия России, бей врага, мы с тобою навсегда. Армия России, бей врага! Мы с тобою навсегда! Армия России, бей врага! Мы с тобою навсегда! Вооружённым силам России, ура! Отечество! Свобода! Путин! Отечество! Свобода! Путин! Ура! 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 Саша, давай теперь скажи. Саша, давай говори, а то ты это сама. Скажи пару слов. Пять. Так, опять металли, металли. Пора от слов. Это исторический момент, скоро будем наблюдать формализацию ноты. Ладно, дай сказать человеку, потом будет. Все слова главные сказал уже верховный главнокомандующий. Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого привлечения национально-освободительный характер. То есть он сказал, что хватит терпеть гнет американцев, хватит терпеть гегемонию США. И мы готовы, мы готовы освободиться от внешнего управления. Мы готовы восстановить свободу и независимость нашей России. И главная цель, чтобы земля, недра, природные ресурсы вернулись в исключительную собственность многонационального народа России. Органы государственной власти должны работать в интересах нашего народа, в интересах нашего государства. Национализировать Центральный банк России, преобразовать его в Государственный банк России, подчинить функции Государственного банка Министерству финансов России. И главная задача на пути к суверенитету, это выборы президента в 2024 году, которые пройдут с 15 по 17 марта. Необходимо обеспечить не менее 90% явку на эти выборы и обеспечить не менее 90% голосов за Владимира Владимировича Путина. И тогда уже в кратчайшие сроки будет восстановлен полный, безусловный суверенитет. И будут проведены национальные реформы в интересах нашего народа, в интересах нашего государства. И наши военнослужащие, наши бойцы вернутся как можно скорее живыми и здоровыми домой. Так будет, если будет тотальная поддержка Верховного Главнокомандующего, национального лидера России Владимира Владимировича Путина. И поэтому, отечество, свобода, Путин! Отечество, свобода, Путин! Отечество, свобода, Путин! Ура! 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 Слава Великой России! Слава Великой России! Слава Великой России! Слава Великой России! Путин, армия, народ, вот рецепт победы НОТ! Путин, армия, народ, вот рецепт победы НОТ! но ура вот так вот друзья